Дмитрий, вы, наверное, самый известный человек на рынке высокодоходных облигаций, основатель телеграм-канала Angry Bonds. Какие основные события на рынке вам запомнились в 2020 году? Во-первых, если говорить о позитиве, несмотря на ковид и на неприятности, которые были во всей мировой экономике, все-таки наш рынок смотрелся достаточно неплохо. При всем том, что у нас были неприятности, у нас были такие недодефолты, когда эмитенты частично исполняли обязательства, или, допустим, задерживали исполнение обязательств, или, допустим, задерживали какую-то реструктуризацию, пытались провести, и немножко нарушали, так скажем, эмиссионные какие-то обязательства, и стараясь это либо скрыть, либо просто провести реструктуру. Но, тем не менее, это было ни повально, ни массово. На прошлой конференции у нас был опрос, вами проведенный, собственно говоря, который говорил о том, что слушатели считали, что 5-6 дефолтов у нас будет в следующем году, но тогда не было ковида. А фактически мы и получили 5-6 дефолтов, ну, и с учетом, скажем так, недодефолтов и временных трудностей, которые удалось не перевести в дефолт, но по факту это было примерно то же самое. Но был ковид, и, соответственно, это говорит о том, что рынок имеет высокую жизнеспособность, и наши эмитенты, несмотря на малый размер, они достаточно и опытные, и гордые, и какие угодно, и, в общем, это приятно. А неприятно другое, что это не... то, что мы прошли более-менее хорошо 20-й год, это не значит, что мы будем отлично сочувствовать 21-м. Потому что есть такой момент, что лаг временной это год-полтора, от начала первых проблем до уже какого-то, ну, каких-то фактических сложностей, связанных с возвратом займов. И, в общем-то, 21-й год в этом отношении, да, и плюс вторая волна, и 21-й год в этом отношении мне не представляется каким-то очень хорошим. Будем смотреть, будем надеяться, что все-таки, ну, это тоже, опять же, не будет обвала и какого-то вот такого тяжелого ситуации. Второй позитивный момент, наверное, надо отметить, что здесь действительно сработала страховка. У нас МСП-банк, собственно, вкупе с корпорацией МСП, он сделал, собственно, важную вещь, допустим, по каскаду у нас, он инвесторам дал выйти многим. Безусловно, это было тяжело, нервно и неприятно, но, тем не менее, вот эти механизмы, которые создавались регулятором и, вообще говоря, и корпорацией, они все-таки сработали. Если говорить о том, что не очень, может быть, внушает, если не тревогу, то некое такое опасение, это как раз тот факт, что у нас на фоне общего понижения ставок падают и ставки по ВДО, и инвесторы, скажем так, со своей стороны к этому относятся не очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, психология. Когда-то еще год назад видел доходность, ну, по КОшкам 20-ю, например, по биржевым облигациям 14-ю, 15-ю попадались они. То сейчас, конечно, привыкнуть психологически к ставке 10-11 очень тяжело. И, более того, эта ставка не покрывает реальную инфляцию. Опять же, мы тут, ну, мы имеем право это сказать, что мы, в общем-то, не до конца доверяем тому, что считает Росстат, хотя мы не обсуждаем методику, пожалуйста, пожалуйста, считайте. Но это вещь такая, которая нас вот беспокоит, потому что ВДО все-таки изначально, это был такой способ для частного инвестора спастись от инфляции. Сейчас это спасение уже не такое очевидное, и, в общем-то, ну, некая нервозность такая присутствует. И второй момент, вот, скажем, состоит в том, что все-таки вопрос рисков и кредитного качества. У нас выходит много эмитентов, это, с одной стороны, хорошо для организаторов и для рынка вообще, но кредитное качество немножко размывается. И в этом отношении тоже нужно как-то инвесторам, возможно, какие-то подходы пересмотреть, как-то это дело переосмыслить. И, в общем, здесь, ну, есть над чем подумать. Это, скорее, проблема, конечно, уже инвестора, они больше не эмитенты и не организаторы. Но это вот такой момент есть. Вы, конечно, очень подробно рассказали, но все-таки выделите, пожалуйста, тенденции в части эмитентов и в части инвесторов на 2020 год. Вот какие изменения, какие улучшения, может быть, какие тенденции вы видите? В 2020 году стало очевидно, что регулятор занялся рынком более-менее всерьез. Это, в частности, касается Ломбардмастера, так сказать, о ликвидации его. Для рынка ВДО Ломбардмастер был очень важной компанией. Он, может быть, не был огромный, но он был сторожил рынка, он был наиболее аккуратно платящий эмитент. И его ликвидация по суду, конечно, она больше такие имиджевые потери нанесла не только самому эмитенту и фонду, который его выпускал, но и вообще общему настроению, потому что панические настроения, если честно, регулятор всех здесь здорово напугал. И стали бояться все МФО, на всякий случай стали тревожиться лизинги. Ну, Ломбарды, правда, ну как, Ломбарды у нас, в общем-то, еще два есть сейчас, Мосгор Ломбард и Донского Ломбарда. Они вроде бы так спокойно все, ну, внешне демонстрируют спокойствие, но вот это вот такой звоночек, в общем-то, был, ну, скажем так, не то, что неверно интерпретирован, но некую сумятицу внес. И все-таки финансовый сектор, это в разное время был от четверти до трети всего рынка, и это очень такой момент существенный. Второй момент, это то, что все-таки в 2021 году регулятор говорит о том, что это будет последний год, когда инвесторы смогут приобретать ВДО невозбранное, квалифицированное, неквалифицированное. Это озвучена реформа листинга, которую никто не понимает, что, но все как-то начинают опасаться. И здесь, поэтому, ну, сейчас трудно говорить о тенденции, все ждут, чем это закончится, потому что для эмитента нужно, собственно, понять, вообще говоря, опустят ли он на биржу, а будет ли там ему возможность сделать то, что он хочет, а при каких это условиях случится и так далее, и так далее. Для инвестора, собственно, на это проецируется и на инвестора, потому что размещение, ну, безусловно, ковид внес коррективы для размещения, при этом те, кто не испугался и на ковидной панике покупал облигации, он смог заработать там и 25-ю, и 30-ю доходность иногда, если, ну, получилось, да, понятно, что это там, таких людей не очень много, но, тем не менее, такая возможность была. Но дальше вопрос не очень понятен, чем это дело закончится, потому что для инвесторов тоже, все-таки у нас инвестор, как бы у нас квалов, ну, процентов 15-20, вот таких настоящих квалов с большими депо, с большим опытом работы на рынке, а все-таки большинство инвесторов, они пришли на рынок в 2018-2019 году. И они пришли очень аккуратно, они пришли на небольшие суммы, они не очень еще понимают, нужно ли им там продолжать оставаться, и в этом смысле тут, конечно, некая такая, если не нервозность, то такой какой-то задумчивость возникает, потому что ставки падают, риски они все-таки оценивают достаточно высоко, и вот здесь такое, поэтому следующий год я жду, что это будет, ну, такое переосмысление, перетурбация, какая-то переструктуризация, поскольку я надеюсь, что все-таки у нас и биржи, и ЦБ дадут четкие ориентиры, и мы тогда уже будем хорошо понимать, как нам дальше жить, потому что в 2018-2019 году всем казалось, что будет рынок расти, и мы превратимся в США, где ВДО составляло там, ну, половину рынка, по каким-то сегментам еще больше, и любая компания могла выйти, и это был прямо вот такой вот праздник. Такой вопрос, поделитесь с нашими зрителями, с нашими слушателями, ваше сообщество Angry Bonds, оно расширяется за счет новых инвесторов? В связи с тем, что вот эта вот неопределенность некая, сейчас такой темп прирост, он, конечно, упал, потому что реально люди, ну, скажем так, продолжают выходить из депозитов, но они все-таки, вот уже те инвесторы, которые выходили в этом году, они скорее шли в акции, в ФСЭ, в Америку, куда угодно. В высокодоходной облигации прирост был существенно меньше, если говорить о, ну, сравнительных, скажем так, масштабах. В 2018-2019 году сообщество, собственно говоря, оно там выросло в 5-6 раз, но другое дело, что оно было очень маленьким, поэтому тут, конечно, 5-6 раз это хорошо, но это база была низкая. Сейчас это немножко, он, рост приостановился, остановился, но я думаю, что это как раз вот вследствие того, о чем я говорил, как только будет что-то интересное, народ набежит. И, в общем, ну, мы это только приветствуем, потому что, строго говоря, широкое вот такое вот... Angry Bonds – это не коммерческая, даже это не организация как таковая, там нет организации. Это, да, это вот общественная инициатива, которая на самом деле и даже уже вот достаточно короткий срок своего существования, она все-таки позволила какие-то интересные формы взаимодействия и с инвесторами, и с организаторами, и вообще такие, что ли, ну, может быть, даже какие-то игровые моменты создать, которые, ну, было бы жалко терять, но мы надеемся, что это никуда не пропадет, а будет как-то востребовано. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие основные препятствия для развития рынка ВДО существуют сейчас в России? Достаточно слабая инфраструктура, то есть у людей есть деньги, есть желание, у организаторов, само собой, есть желание это продавать и как-то в этом участвовать, но мы, как сказать, как бы это правильно сформулировать, у нас очень долго рынок частных инвестиций, он был для биоразнообразия, у нас были огромные компании Роснефть, Газпром, РЖД, Металлурги, ну, кто угодно, да, любая монополия, и, соответственно, на их фоне рынок частных инвесторов, это было такое, ну, знаете, как брошка, какое-то украшение, которое можно снять, можно не снимать, но оно не делает погоды. Но надо понимать, что у нас все-таки все 90-е была приоритизация, все 2000-е и начало 10-х это были структурные реформы, когда эмитенты выходили очень большими, ну, то есть там одна реформа электроэнергетики дала там несколько десятков эмитентов, реформа РЖД, железной дороги дала меньше, но все равно много. И поэтому очень много на фондовой рынке у людей, у них восприятие такое, ну, вот есть Газпром, и мы ждем второго Газпрома, например, биржи, и она даже в требования свои какие-то неформальные, то есть формальных требований вроде бы нет таких жестких, но ожидания такие, что сейчас у нас появится еще один Газпром, такой же надежный, такой же большой, и мы будем прекрасно себя чувствовать. Но тут надо понимать, что второго Газпрома нам не откуда взять. Даже если мы разделим Газпром, это будет уже не Газпром, а что-то другое. А эмитенты малого и среднего бизнеса, они, конечно, объективно другие, и они должны окрепнуть, они, естественно, характеризуются меньшей прозрачностью, меньшим кредитным качеством, но не все готовы это принять. И тут даже проблема не в том, что инвестор принимает ли на себя риск, а в том, что, как мне кажется, это мое, конечно, безусловно, личное мнение, что биржа это не очень понимает, что с этим делать ЦБ, спрашивать ЦБ от ЦБ тоже как-то не знает, чего ответить. Ну, не то, чтобы не знает, но вот он думает, как с этим вот быть, и как к этому относиться, как вообще, что они все здесь делают. Может быть, их всех в ФСЗ загнать, и чтобы они вот не мешали, да? Но именно поэтому у них не реализуются очень многие какие-то инфраструктурные вещи. Вот, например, сейчас выступала биржа, говорит, ну, вот у нас, да, система ОТС, коммерческие облигации, ну, мы ее делаем потихоньку, ну, мы ее можем делать 10 лет, ну, мы не торопимся. А как раз, допустим, вот создание такой торговой системы для коммерческих облигаций, оно бы рынок оживило кратно. И это было бы очень полезно, даже если туда пускали всех там по записи, и очень тяжело. Вот этого нету. Нету осознания того, что вообще рынок частных инвестиций – это навсегда, а рынок ВДО – это значительный драйвер для вот этого развития вот этих и частных инвестиций, финансовой грамотности и всего-всего-всего-всего. И бывает, что у нас есть казусы, допустим, того же ЮТЕРа, когда просто грабительские рестракты проводим, и, в общем, хотя там частный инвест, но все равно там на самом деле это был такой болезненный кейс. И многие какие-то вещи есть. Допустим, мы не очень понимаем, как работает ОСВО, хорошо ли в интересах ли инвестора, как работает ПВО-институт. Он тоже, в общем, вот как-то странно немножко выглядит. Но эти вещи, чтобы их доделывать, нужно какую-то вот концептуальность, чтобы у нас все-таки весь рынок признал, что пирамида должна быть именно такая, что да, у нас есть крупные состоявшиеся эмитенты, но у нас есть вот эта вот масса, такая, как это сказать-то правильно, полудородный слой вот этих эмитентов ВДО, которых кратно больше по количеству, пусть они по объему маленькие, и что этот просто полудородный слой надо допустить на биржу. Это будет всем удобно. И когда это случится, тогда, я думаю, что рынок ВДО просто, ну, будет, скажем, ну, ему и в 10 раз можно будет вырасти, и в 15, и это будет совершенно нормально, и всем очень полезно. И как раз мировой финансовый центр, о котором сегодня опять стали вспоминать в связи с размещением Казахстана и Беларуси, ну, он станет реальностью, потому что, к сожалению, пусть это локальная история, но вот для создания и интереса, и привлекательности, и какой-то поиск каких-то идей интересных, не только в облигациях, даже в акциях, и в стартапах, и там, венчурах, где угодно, это нужно. Но здесь мы, то есть инвесторы-то готовы, но тут, ну, надо, чтобы все были готовы, а все, ну, будем ждать. Я надеюсь, что, опять же, вот за какие-то, ну, в какие-то исторически короткие сроки регулятор определится, скажет, что, да, это будет вот так, и это, и вот его, да, оно будет, ну, достаточно было благожелательным для рынка водоу. У нас вот коллеги из, ну, из числа организаторов, они провели там сделку, но это была большая человеческая трагедия, потому что это было в тестовом режиме, они долго бились с биржей, биржа уже их прокляла, там, ну, понимаете, сейчас вот, чтобы система заработала автоматом, чтобы вы вот как сидя за терминалом просто нажали, и все заработало, это все-таки нужно, ну, наверное, год-полтора вот в наших условиях. Но это не то, что год-полтора нажимать кнопки, за которыми ничего не стоит, а все-таки нужна доработка, и, а поскольку здесь очень много участников, и они не координированы, и они, и опять же, есть биржа, которая говорит, а я буду делать, когда мне удобно, а не когда вы хотите, то, ну, естественно, что этот процесс затягивается, то есть, я не, опять же, я не хочу, так сказать, как сказать, выглядеть таким, как это, сказать, ну, критиканом, и вот человеком, который пытается, вот, ну, что-то такое вот, заставить делать быстрее, да, безусловно, это право, это право, бирже делать так, как ей удобно, но, понимаете, как коммерческие облигации, у нас это все-таки такой вот самый низовой слой, где действительно свободный доступ, да, к ней может быть доступ, там, низкой ликвидности инвесторов, туда не всех пускают, и это, наверное, правильно, но это первый шаг, чтобы имитент вообще почувствовал вкус, потому что не все имитенты понимают смысл, вообще говоря, выхода на биржу, то есть понятно, что там у Роснефти, у Газпрома, это смысл понятен, и они это понимают выгоду, а, допустим, мелкий имитент, которого биржа начинает спрашивать, разные вопросы задавать, а эти агентства дают другие вопросы, что требуют за это деньги, приходит инвестор, тоже задает еще одни вопросы, которые подчас бывают очень странные, и очень, ну, такие некорректные, но, ну, частный инвестор, с другой стороны, это право имеет, естественно, имитент рано или поздно говорит, а слушайте, а зачем я пойду туда, ради чего, я не получаю быстрый доступ, и я испытываю какие-то, значит, моральные травмы от общения со всеми этими людьми, вот, соответственно, коммерческие облигации, вообще такая низовая вещь, ну, вот векселя запретили у нас тут, все-таки, а раньше это тоже был такой инструмент, он позволяет смириться с тем, что тебе надо быть прозрачным, тебе надо быть вежливым, тебе не надо разговаривать на родной речи, и так далее, вот, и это важно, и это, тут же понимаете, как выход на рынок, это воспитание всех, это воспитание инвесторов, воспитание мимитента, воспитание на самом деле биржи, потому что она тоже сталкивается ровно с тем же, ну, просто со своей стороны, и вот чем мы быстрее, вот это вот, ну, как вот, любое воспитание, да, вот, там, ну, как, это как можно так сравнить, школа, университет, вот, вот, кого это школа, БО, это все-таки уже какое-то профессионально высшее учебное заведение, а уже там международный листинг, это уже там ученая степень, ну, вот так вот, я вот такую аналогию приведу, и чем быстрее мы пойдем в школу, тем быстрее у нас будет все хорошо, ну, при прочих равных условиях, поэтому, мне кажется, это очень важная штука, потому что, если у нас заработает ОТС-система, ОТС, извините, и, то есть, у нас количество там выпусков КО может вырасти, там, ну, на два порядка. Субтитры создавал DimaTorzok